вы на канале заметки жизни я игорь дейкун здравствуйте удивительный тихий тихо название этого польского городка происходит от тишины население около 130 тысяч входит он в катовицкую промышленную агломерацию и это город спутник катовицы дважды в своей истории в двадцатом веке он получал статус города хотя поселение на месте тихи существует еще со средних веков и вот спрошлись тех веков в городе сохранилось два объекта которые функционируют по сей день вот но о них все по порядку о них мы скажем позже сейчас продукцию этого города знают во многих странах мира но во всей европе в японии в австралии а все потому что в нем находится один из крупнейших в мире заводов по производству легковых автомобилей он принадлежит транснациональной корпорации стелантис которая владеет 14 брендами известными мировыми брендами таким как фиат аль альфа ромео джип крайслер citroen opel peugeot сейчас на заводе в тихе выпускается знаменитый фиат 500 абарт 500 лянча epsilon до недавнего времени выпускался известнейший ford k надо отметить что с конвейера заводов тихи каждые 46 секунд сходит автомобиль вот вы думаете 46 секунд и готовый автомобиль во время второй мировой войны немцы даже планировали на месте тихи создать новую столицу селезии но у них этого не под названием тихау но у них это не получилось а вот после образования социалистической польши польское правительство решила здесь строить новый соцмодернистский город новый город социалистический взялся за осуществление этой концепции архитектор тадеуш теодорович тадоровский сам он родился во львове выпускник львовской политехники долгое время до войны работал и жил во львове на улице мишуги 45 во львове сохранился его дом он начал это строительство с микрорайона а оседлы а как он называется и это строительство велось 51 по 56 год взял за концепцию модернистскую после военного послевоенного модернизма так называемую это продолжение концепции баухаус среда обитания человека в этом микрорайоне должна быть максимально удобной в нем располагались помимо домов это школа детский сад другие учреждения бытовые учреждения все на расстоянии вытянутой руки этажность в микрорайоне а не высокая в основном три этажа концепция которую избрал тадеуш теодорович тадоровский состояла в том что на пересечении двух осей находилась центральная площадь с общественным местом это общественное место был дворец культуры площадь естественно тогда носила имя сталина сейчас это площадь святой анны площадь это уютный сквер посреди посреди нее находится фонтан действующий большое внимание уделялось и внешнему оформлению это и с графита на жилых домах на некоторых вот сейчас они замалеваны по идеологическим соображениям это и небольшие множество мелких лепных деталей такие гмерки над подъездами в виде животных или растений ну и конечно это монументальная скульптура в виде вот стоящим в начале аллеи перед центральной площадью олицетворения польши строящейся польши новой польши скульптура женщины с мастерком возле бывшего дома культуры культуры шахтер гурник скульптура шахтера кстати в этом здании бывшего дома культуры начинал свою карьеру легендарный певец группы джем ришард ридель он считается одним из лучших вокалистов в истории польской поп музыки даже журнал rolling stones называл его последним хиппи нашего времени сейчас возле новой ратуши стоит его скульптурное изображение его такой своеобразной современной манере скульптура но вернемся к нашему микрорайону а в так для внутриквартальных проходов в домах были сделаны аркады и между домами скверики в которых стояли скамейки зелень внутренние такие зоны отдыха начинался микрорайон от железнодорожного вокзала где начинается сейчас городская тропа так называемая городская тропа с туристическими скамейками на которых вот есть информационные кубы и заканчивался микрорайон таким скульптурным изображением шахтерской лампы в масштабе 1 к 10 лампа ночью светится и это как бы новый свет свет новой жизни в послевоенной польше в районе микрорайона а этого седла а находится еще очень один интересный объект таких объектов промышленный объект таких объектов очень мало сохранилось в во всем мире нет и в европе у нас это водонапорная башня в модернистском стиле у нас бы скорее сказали что это стиле конструктивизм очень интересная к сожалению вот она закрыта деревнями если бы ее подреставрировать и убрать деревья которые ее закрывают она бы очень хорошо смотрелась напротив жил массива а в стиле соц модель модернизма находится пост модернистский собор милосердия божьего построенный в 2012 году это очень интересный костел однонефный крестообразный шатровый вот перед ним находится интересная колокольня один из колоколов правый посвящен иоанну павлу второму на одной из стен внешних стен собора статуя христа как бы идущ или парящего христа такое впечатление что вот он как бы движется в воздухе внутри с элементами неоготики модернистская обстановка очень красивые современные витражи витраж очень красивые святого семейства и витраж святого духа но в старом тыхе есть и мать всех тыхских костелов это костел святой марии магдалины он находится в центре старого тыхе первый деревянный был построен еще в 1480 году потом на его месте был в 1782 году построен каменный костел и который два раза перестраивался и вот после реконструкции 1906 года он приобрел теперешние свои черты стиле нео барокко компактный интересный с большими двойные такие входные двери внутри светлый с росписями витражами но в витражи сейчас в основном современные величественная колокольня у этого собора с часами при костеле находится кладбище приходское это одно из старых кладбищ тыхе на нем даже есть аппарат для продажи лампадок на этом кладбище хоронят выдающихся людей тыхы и вот на этом кладбище похоронены два архитектора муж и жена казимиш вейхерт и хана адамчевска их считают создателями варшавской школы градостроительства они лауреаты мы высшей польской архитектурной премии сарп получили они ее за создание нового тыхи вот после микрорайона а они начали продолжать создание нового тыхи надо отметить что 50-е годы это время создания новых теорий урбанистических поселений этим занимались во всем мире известнейшие архитекторы такие как оскар немеер ле карбюзье но если в отличие от оскара немеера который в бразилии построил новую столицу на ровном месте или школа ле карбюзье которая строила новые города в индии на новом месте то вейхерт и адамчевская подошли к решению этой задачи немножко по-другому они не стали разрушать сложившийся план города а попытались создать новый микрорайон б оседло б примыкающим к старом к старой застройки к старому тыхи старые улицы они не стали перепланировать а на основании их стали строить новый город за основу они также взяли площадь площадь бочинского теперь эта площадь и улицы отходящие от нее они стали застраивать новыми домами дома невысокой этажности до 4 5 этажей нижние этажи это магазины это конторы или как на площади бочинского это кинотеатр андромеда площадь бочинского является как бы доминантной это этого района нового микрорайона на ней находится фонтан вот виде шара такой как вокруг кафе ресторанчики и зона отдыха один и на ближайших улицах существующих улицах старого города они построили новые дома некоторые дома с очень интересной архитектурой вот применены например интересное решение подъезд над каждый подъездом световой колодец и такой как в виде башенки на верхних этажах мансарды между домов зеленые зоны междворовое пространство это зоны отдыха с деревьями и травой они строили удобное пространство урбанистического обитания человека это польский послевоенный модернизм в нем еще много влияния от немецкой школы архитектуры тоже баухау но это уже но новое видение новый взгляд на архитектуру но это еще традиционная архитектура не панельная это кирпичная архитектура новые тэхи которые они уже продолжили строить за как бы старой тэхи с севера от железной дороги а с юга от железной дороги это уже новые тэхи здесь уже промышленное панельное строительство геометрические пропорции здесь здесь на пустырях были геометрически правильная планировка и ну вот мы можно видеть по домам которые строились и в новом тэхи по зданию новой ратуши и интересное постмодернистское сооружение в новом тэхи на улице дмовского здание так называемого врата с врата солнца они разукрашены в цвета радуги вот все это не могло не сказаться и на сакральной архитектуре и благодаря тому что строился новый город в нем появились и новые тенденции послевоенной сакральной модернистской архитектуры наверно тэхи наверное является меккой модернистской архитектуры во всей польше вы сейчас поймете почему первое строение которое в власти народной польши разрешили построить и его построили за один год чтобы не запретили это было это был костел иоанна крестителя архитектор сбигни вебер его построили в 57 58 году 57 начали 58 построили вот посмотрите как он выглядел когда его построили вот вот это и он выглядит так сейчас 80-х годах при его реконструкции была построена колокольня металлическая колокольня он был костел реконструировал и расширен вот его внешний вид это уже сейчас но много строилось всевозможных костелов но концепцию изображение который задал этот костел этот самый первый такой костел в польше они спорят по сей день посмотрите на изображение христа это вот дури старая это че первое потом после реконструкции она стала вот таким и и вот это сейчас это модернистский подход сакральной теме вот и в внутренней его часть очень модернистская вот посмотрите на хоры где стоит орган внутренне как оформлен интерьер церкви уже потом конечно в пристройках вы после реконструкции немножко изменился и в начале витражи были немного другими но вот витраж святого духа декоративные элементы и вот витражи современные витражи костела детали входов вот они видите остались а некоторые детали входа входа входов остались а такими как они и были задуманы в начале ну кроме конечно вот появилась а изображение иоанна крестителя эту тенденцию подхватили и другие архитекторы в тыхе и вот восемьдесят третьем девяносто четвертом годах в модернистском стиле архитектором и эмилианом песецким был построен костел святого кшиштофа вот посмотрите вот он интересный такой на три стороны выходят фасады с крестами в нем новое прочтение изображение христа вот обратите внимание обратите внимание на престол который как бы две руки держащие столешницу посмотрите как он интересно вечером подсвечивается изображение христа он христос христос парит над землей вот внутреннее оформление этого костела 87 появляется новый костел святой ядвиги селевской архитектор анжей чижевский помните у меня был сюжет я рассказывал о святой ядвиги селевской так вот костел по торжественно был заложен в июле восемьдесят седьмого года краебольный камень для закладки этого костела был привезен из римских катакомб и в девяносто третьем году церковь осветили вот посмотрите какая интересная у нее архитектура внутренняя часть ее алтарная часть посмотрите как выполнена интересное решение эпизода восстановка крестного пути виде аппликаций а над ними таких как лучики света исходящие из от этих остановок вот его вид на хоры и орган но конечно жемчужиной сакральной архитектуры тихи ну и наверное может быть и всей польши является костел святого духа архитектор станислав немчик построен этот костел был в 1978 1982 годах за этот костел станислав немчик получил эту престижную премию сарп архитектурную премию стиль архитектурной церкви это поздний модерн однонефный храм в виде скини шатра походного шатра евреев скини собрания использовавшегося согласно библии как место принесения жертвоприношений и хранения ковчега завета до постройки до постройки иерусалимского храма необычайное решение очень интересный очень красивый собор внутренняя его часть как бы парящая как растянутый шатер за счет окон который находится в нижней части посмотрите его интерьеры верху свет попадает как бы в верхняя часть такая маленькая окошко в шатре роспись полихромная выполнена ежи новосельским 1983 86 годах посмотрите на ее необычный вид вот светильники в виде перевернутых минор вот вид самой церкви со двора и колокольной церкви в тыхе есть еще один еще один архитектурный шедевр станислава немчика к сожалению не закончен еще он еще в стадии строительства и станислав немчик не дожил не дожил до его окончания вы знаете со стороны я сначала думал что это какой-то промышленный объект то лишь шахта то ли что-то а когда ближе подошел увидел вот эти вот столбы возвышающийся их 5 первые 4 40 метровые по внешней форме напоминают гвозди забитые в тело креста а пятая стальная она еще не закончена это копье лангина и символизирующие сердце иисуса церковь построена в плане францисканского креста строя в строительстве применяется доломит этот собор в честь святого франциска асисского и святой клары и здесь же монастырь францисканского ордена младших братьев он имеет за свой прототип церковь в осизе в италии над входом в церковь крест сан-доминианна перед входом построен колумбарий вот посмотрите на решение площади перед собором декоративные элементы вот так он собор и монастырь смотрят со стороны надо отметить что церковь построенная станислав немчиком есть и на территории украины во львове на улице освицкой 4 находится рима католическая парафия святого архангела михаила эта церковь очень интересная построена по проекту станислава немчика львовяне и гости могут поехать и посмотреть на нее я говорил что в городе сохранилась две два объекта старых объекта которые действуют по сей день начнем с первой из них это пивоварня тыски тыски тыская пивоварня которые действуют беспрерывно с 1629 года есть записи по 1613 годом что она уже действовала но официально по инвентаризации активы пивоварни производились 1629 году из этого времени официально ведется как бы отсчет деятельности пивоварни она находится на том же самом месте где и было вот посмотрите общий вид пивоварень ну понятно но уже много раз реконструировалась сейчас старые вот центральный вход в пивоварню и рядом находится через дорогу новый завод и дистрибьюция в новой части но в старой пивоварне сохраняется завод по разливу кек а в новой уже производится банки и бутылки не разливается в новой части пивоварне вода которая используется для производства пива берется на расстоянии и скважин на расстоянии 8 километров от пивоварни часть скважин находится на холмах возле городка микулов там же находится и источник гранье от которой произошло и название одного из сортов пива на территории пивоварни находится музей пивоварения и пап вот нему так где музей и пап вот смотрите плакаты в подвале очень уютный пап на стенах его рекламные плакаты тысского пива ну вот посмотрите на довольного посетителя этого паба в пабе очень приятно играет приятная музыка ну и пиво соответствующее сама тысская пивоварня выпускает знаменитый сорт тыский тысский классический и тысский гранье ну и много других сортов в частности сорт зубр а также линейку княжеского пива это разнообразные пивы или можно зайти на сайт на сайт пивоварни и посмотреть к сожалению это пиво у нас не по не продается это большой минус пиво очень хорошее но не только пивом единым жив тихи тихи несмотря на то что это небольшой город это очень спортивный город в тихи есть футбольный клуб гкс тихи горничий клуб спортовой тихи шахтерский спортивный клуб клуб шахтер играющий в первой лиге самым большим его достижением было занятие второго места в чемпионате в высшей лиги в 76 году базируется он на стадионе вот стадион компактный красивый помимо футбольного клуба в тихи есть еще и гкс тихи польский мужской хоккейный клуб есть еще и женский хоккейный клуб но вот если футбольный клуб не не добился в последнее время значительных успехов то хоккейный клуб является пятикратным чемпионом польши семи девятикратным серебряным призером и семикратным бронзовым призером девятикратным обладателем кубка польши по хоккею и это все в последний год у него он базируется на в ледовой арене вот она после реконструкции одной из самых современных ледовых арен польши надо отметить что в тихе как и во всей польше развиты увлечения велосипедов и для этого все по все есть построены очень удобные велосипедные дорожки посмотрите даже на пишу пи переходах через автодорогу всегда есть от есть место для велосипедной дорожки и вот на светофорах вот посмотрите специальные турникеты за которые можно держаться когда подъезжаешь и ожидаешь зеленого света светофора вторым промышленным объектом действующим который сохранилась до наших дней является попрочанское озеро которое находится на юге тихи длина его около двух километров ширина самом широком месте полкилометра с юга к нему примыкает пшинская пуща это не естественный водоем это водохранилище созданная в 18 веке для обслуживания металлургического завода которая находилась на его берегах металлургический завод закрыли уже в 19 веке а гидротехнические сооружения которые образовали это озеро сохранились и действуют до сих пор в озере водится огромное количество рыбы вот я вам сейчас только перечислили это окунь щука угорь карась плотва линь сазан ясь жерех амур самым было самая большая популяция здесь леща многочисленные виды крупных самов в озере также обитает несколько видов мидий на озере построен спортивный комплекс вот где проводятся спортивные мероприятия вот он он сделан виде усеченного холма с одной стороны это холм а с другой стороны это вот места для наблюдения за спортивными соревнованиями и расположены спортивные секции берега озера облагорожены укрыты деревянным настилом очень мягко по нему ходить найти так приятно ступаешь и это не по асфальту на берегах озера оборудованы пляжи площадки для детей кафе ресторанчики вдоль всего озера пролегает пешеходная тропа и на рядом с озером находится еще одно модернистское сооружение которое повторяет правда древнюю концепцию но очень интересно архитекторы барышки новацки построили готель в виде пирамиды вот посмотрите настоящие пирамиды по углу наклона она как розовая пирамида египте вот такое сооружение действующий отель если идти по тропе пешеходной тропе вокруг озера на самом южном его берегу это другая административная единица пшинский повят находится охотницей дворец в промнице на месте поместье промниц в 1861 году по проекту архитектора оливье повельта для князя пшины ганса генриха 11 хохберга был построен в стиле английской неоготики с немецкими элементами охотничий дворец кто смотрел сюжет про свитницу и церковь мира помните эту ложу в церкви князей хохбергов это вот они этот дворец в свое время посещали король пруссии вильгельм 1 германский император вильгельм 2 а при женить бы князя хохберга на герцогини дейзи свидетелями были будущий король великобритании эдуард шестой и его жена александра это дедушка и бабушки королевы елизаветы 2 вот небольшая экскурсия по тэхи его окрестностям завершить вы ее можете вот как я на скамейке туристической в центре тэхи напротив малого театра есть такой в тэхи вот такой он удивительный тэхи тэхи если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите свои комментарии задавайте вопросы буду с удовольствием на них отвечать до свидания до новых встреч субтитры делал DimaTorzok